Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне непонятна реакция моего молодого человека на мои успехи и достижения. Я устроился работать логистом в американскую компанию, находясь в Украине. Он, будучи сейчас в Америке, работает кальянщиком. В Украине он работал в такой сфере, где работаю сейчас я, но ему туда помогли устроиться, он работал в небольшой компании. Я работаю в крупном холдинге, устроился туда без чьей-либо помощи. Парень говорит, что это ужасная работа и долго я на ней не продерживался поливать грязью компанию, в которой он работал. Подскажите, пожалуйста, что его мотивирует на такое поведение? Неужели это просто зависть для него или для него это удар по мышкому эго? Честно говоря, профессиональная этика запрещает нам обсуждать о третьих лиц. Поэтому я не думаю, что можно, во-первых, за сколько-нибудь высокой точностью ответить на этот вопрос, потому что вашего молодого человека мы не знаем. Мы не знаем, как он человек, мы не знаем, что он за человек, мы не знаем, какие у него есть, ну, скажем так, трудности, какие у него есть, скажем так, проблемы. Мы не знаем, и мы этого всего не знаем. Но зато, зато, знаете вы, зато, это знаете вы. И вот на мой взгляд, было бы очень хорошо, если бы вы как раз-таки сами спросили себя, а что, по-вашему, это такое. Потому что кроме вас вряд ли кто-то может, кто-то может знать лучше, что происходит с молодым человеком, да, кроме вас вряд ли кто-то может знать лучше. что для него более актуально, вот, я имею в виду сейчас, на, ну, вот, на данный момент, по крайней мере. Вот, и, соответственно, просто прислушайтесь к себе, просто прислушайтесь к тому, что, что вам, что вам говорит ваше сердце по этому, по этому моменту, прислушайтесь к тому, что подсказывает вам ваша интуиция, я не думаю, что вы будете сколько-нибудь неправы, если, как следует к себе прислушайтесь в этом смысле, вот, потому что, как я уже сказал, молодого человека вы знаете лучше. С твоей стороны, я думаю, что подобные элементы, подобные моменты в отношениях, то есть, когда, вот, возникает такая история, да, какого-какого, проявляется в случае, в случаях, когда имеет место быть определенная конкуренция, определенная борьба, то есть, когда в отношениях я занимаюсь именно что борьбой, вот, когда в отношениях я больше борюсь, когда отношения это некая борьба, борьба, борьба за разные самые вещи, это может быть борьба за какое-то первенство, это может быть борьба характеров, может быть просто такая вот борьба, ну, какая-то личностная, да, то есть, постоянно какая-то вот конфронтация, конфронтация имеет, ну, имеет место быть, вот, и, соответственно, вот то, что происходит, связано именно с этим, именно с конфронтацией, вот, поэтому, ну, просто проблематика, как бы проблематика у людей, да, там, какие-то, допустим, ну, нереализованные, ну, какие-то нереализованные вещи с работой, да, какие-то, скажем, ну, трудности с работой, какая-то там, допустим, ну, травматичность, это на самом деле тема-то достаточно житейская, то есть, ну, это бывает, это бывает, что называется, со всеми людьми, да, это происходит со всеми людьми, так или иначе, но не каждый человек, не каждый человек так на это реагирует, то есть, вот, то, что так реагирует парень, вас свидетельствует, на мой взгляд, о том, именно, что у вас есть элемент конфронтации, то есть, элемент такой борьбы, элемент, когда люди не могут, не чувствуют себя в отношениях, ну, скажем так, спокойно, да, то есть, когда не чувствуют люди себя, ну, в расслабленности какой-то, то есть, когда расслабленности нет, вот, в этом случае, в этом случае возникает такая вот история. И, а, как вы на это реагируете? То есть, вы почему-то спрашиваете про молодого человека, а почему-то вы задаете вопрос именно касаемо его, тогда как, на мой взгляд, вам нужно задавать вопрос относительно себя. Как я реагирую на вот то, что он так себя ведет? То есть, меня это задевает, то, что он так себя ведет. Меня это напрягает, мне это неприятно, да, то есть, как-то это вот, может быть, меня обесценивает, допустим, да, то есть, вам бы здесь как раз больше бы внимания уделять именно тому, что вы сами чувствуете. Именно больше внимания уделяете тому, как вы сами реагируете на его слова по отношению к вам. Это гораздо более важно, чем просто то, что вы пытаетесь, ну, пытаетесь понять его. Если вам кажется, что вот сейчас вы его поймете, и все, и ситуация сразу, ну, ситуация сразу будет хорошая, да, то есть, то есть, все сразу, ну, как-то нормализуется. Вот, я, конечно, в этом смысле должен вас огорчить и сказать, что, во-первых, ничего не изменится для вас, во-вторых, вы никогда до конца не узнаете, чем, ну, чем продиктована его такая позиция, потому что это, ну, это другой человек, и, соответственно, он, может быть, даже сам не знает, что его мотивирует, ну, условно говоря, действовать так, как он действует. То есть, вот, вы, может быть, сами, точнее, он, он, может быть, сам не знает до конца. И не узнает, может быть, сам он. Стоит говорить, понятное дело, про... Про вас, то есть, про то, чтобы, ну, донести до вас, вот, правду, вот. То есть, тут, ну, вот, на мой взгляд, ситуация вот такая, она, может быть, неприятная, она, может быть, не такой, как вы хотели бы, но, тем не менее, тем не менее, это вот, к сожалению, это та реальность, та реальность, в которой мы находимся. Поэтому я рекомендую вам все-таки больше обратить внимание на себя. И, конечно, я рекомендую вам, если вы, допустим, ну, по какой-то причине, например, себе, допустим, не доверяете, да, то есть, если вы, если вы, вот, себе не доверяете, если вы чувствуете, что как-то вот вам нужна, ну, какая-то дополнительное, дополнительное подкрепление, вот, тому же, тому же, что вы, допустим, ну, сами, ну, что вы сами чувствуете, вам нужно какое-то дополнительное подкрепление тому, что вы сами ощущаете, вы, ну, в той или иной степени, если боитесь, если вы боитесь признать реальность, в которой, вот, вы находитесь, или если вы не можете ее признать, то вам, конечно, нужна помощь. А отношения с молодым человеком вашим нуждаются в коррекции, потому что, ну, если и вам неприятно, и ему неприятно, то волей-неволей возникает вопрос, а как долго это все продлится, да, то есть как долго это все будет, прежде чем вы, там, допустим, ну, как-то расстанетесь, например, вот, я уверен, что если вы расставаться не хотите, если вы дорожите человеком, то нужно как минимум над отношениями работать, вот. А это, соответственно, исследование в первую очередь себя, это, соответственно, исследование в первую очередь своего поведения, и уже потом дальше какая-то направленность в сторону, ну, в сторону того, чтобы на молодого человека, ну, что-то обратить, да, молодому человеку, молодому человеку что-то, ну, что-то донести, вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, вот. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи, вы большая молодец, что об этом заговорили, но это только первый шаг, обращайтесь.